Добро пожаловать! Меня зовут Данкан и я англичанин, я проживаю в Риге, в Латвии. И мы здесь человек где-то 20, в домотнихе. И мы здесь почему? Потому что мы собрались, чтобы изучать Библию. А знаете, мы все христиане, все очень уважаем Библию, но мы не принимаем учение Троицу. Да, Троиодинный Бог мы не признаем, а верим, что Бог Один. И Иисус является Сын Божий, и не Самом Бог. Я хотел немножко попросить наших братьев и сестер своих мнений о Троице. Сперва брат Сергей. Ну, что сказать? О Троице можно много говорить. Доказывать, приводить какие-то стихи из Священного Писания, которые будут говорить о том, что Троица является языческим учением, не имеет библейского основания. Я только коротко скажу, почему я не верю в Троицу. Я верю в Бога Авраама Отца Иакова, как написано в Старом Завете. И я знаю, что евреи, ортодоксы, до сих пор не верят в трех богов. Они верят в одного Бога. Если мы прочитаем весь Старый Завет, мы увидим от первой до последней страницы, что там нет идеи о трех богах. Что нет идеи о трехликом каком-то божестве. Что идет три в одном или один в трех. Кто как понимает. Даже среди сторонников Троицы есть разница, как они воспринимают это. Но мой Бог – это Бог Авраама Исаака Иакова. Так как они верили в одного Бога, так и я верю в такого же Бога. Слава Богу. Андрайф. Да. Я тоже скажу пару слов. Тоже свое личное мнение. Потому что не может стоять сын как бы на одном равне с отцом. Даже и в сегодняшних условиях, в сегодняшней жизни всегда отец больше сына. Поэтому и поддерживаюсь мнения, что отец един, один наш Бог. А сын есть сын. Спасибо большое. Я тоже верю в Бога единственного, всемогущего. Даже Иисус Христос сам говорил, что отец мой выше меня. Спасибо. Слово «Троица» я ни разу не встречал в Библии. Это во-первых. Во-вторых, если представлять Иисуса Богом, то его жертва равняется нулю. Спасибо. Павел, 87 лет. Что ваше мнение? Я свое представление имею о Боге как Творце Вселенной. Как всего наиболее благоприятного, создавшего для человека. Поэтому этому Творцу нет необходимости иметь какие-то другие образа. Спасибо. Олег. В Библии нет никакого подтверждения фактически тому, что Бог не один. Все Писания Ветхого Завета и Нового Завета свидетельствуют ясно для тех, кто изучает Библию, исследует Библию, что Бог один. Он об этом говорит, что я Бог, и нет иного, и нет Бога, кроме меня. И Ветхий Завет однозначно утверждает, и сам Иисус говорит, что Отец более меня, что я возвращаюсь, когда он объяснял ученикам своим, что я иду к Богу моему и Богу вашему, отцу моему и отцу вашему. И во все Писания Нового Завета свидетельствуют, что Сын есть Сын, а Бог есть Бог. И никакого вообще подтверждения в Библии от слова «триединство» не существует, его нет такового подтверждения. Поэтому никаких здесь мыслящего человека не может быть сомнений. А если сомнений, пускай обращается к Писанию и внимательно его исследует. Спасибо. Евгений. Нигде в Библии нет ни единого слова. Слово «троица». Поэтому Бог един, а Сын Его, Иисус Христос, является Сыном. Еще, фактически, Иисус Христос должен быть в планах Бога еще в далекие времена. Мы, которые эти времена не знаем. Поэтому. А Дух Святой – это сила Бога. Поэтому Бог, фактически, Он один. И «троицы» никакой нету. Поэтому я в «троицу» не верю. Есть единый Бог, Создатель мира. На мира. Спасибо. Спасибо. Я верю в Бога, что в единого, бессмертного и всемогущего. Единственного. Единственного. Единственного, бессмертного и всемогущего. Что Иисус Христос был распят и умер, это говорит о том, что Он уже не бессмертный, а Бог бессмертный и всемогущий. Спасибо. Да, Иисус умер, Бог не может никак не умреть. Иисус прошел разных искущений, но у Бога нельзя испытывать искущение. Мы не сможем видеть Бога. Правильно? А людей видели Иисуса, трогали Иисуса. Если Вы хотите получить бесплатную книгу «Основы Библии» или даже бесплатную Библию с комментариями, мы очень рады будем отправить. Только надо заполнять бланку и очень рады будем. Тот книгу, Библию с комментариями, так как есть наш брат Павел Петрович. Очень рады будем отправить Вам. С Богом!